Как я уже сказала, мы с вами продолжаем тему, то есть у нас сегодня часть вторая. На предыдущем занятии мы начали изучать этот аспект и ознакомились в том числе с различными стандартами, как ЕМИ, так и российскими, их соотношению в расчетах, как участвует, то, к кому относится и так далее. Немножко сегодня повторим в каком-то виде, но опять же это будет расширенная такая характеристика терминов, которые мы изучали на прошлом занятии. И прежде всего коснемся термических свойств стекла и такого понятия, как эмиссивитет. Мы о нем еще ни разу не говорили, хотя про эмиссию было достаточно много сказано, так или иначе. И определение эмиссивитета – это мера способности какой-либо поверхности поглощать или терять тепло. Достаточно просто, но однако же это очень важные понятия. Эмиссивитет оценивается обычно по шкале от нуля до единицы, то есть это от нуля до 100%. И большее значение на этой шкале говорит о том, что поверхность является хорошим эмитентом тепла, то есть она замечательно теряет это тепло и очень быстро, что для хорошего, комфортного жилища не самые лучшие на самом деле. Низкое значение по шкале показывает, что поверхность как раз теряет тепло медленно, является плохим эмитентом и, собственно, для энергосберегающих домов, пассивных домов, энергосберегающих технологий это наиболее приемлемый вариант. Эмиссивитет обычного стекла точно определяется как 0,89. Иногда его показывают как 0,9. И, в общем-то, это хорошее такое большое значение. Отсюда вывод. Стекло обычно теряет тепло достаточно быстро. Со специальным покрытием, с так называемым твердым покрытием стекло имеет эмиссивитет порядка 0,17, то есть совершенно низкий. И называется такое стекло низкоэмиссионным. Мы о нем тоже говорили. И это именно стекло является хорошим теплоизолятором, скажем так. Чтобы понять, для чего нам нужен эмиссивитет, мы должны поговорить о теплообмене. Теплообмен между двумя любыми поверхностями происходит, как правило, в трех направлений. Или тремя путями, можно сказать, тоже. Первое – это теплопроводимость. То есть передача тепла посредством этого объекта. Или теплообмен между двумя объектами, которые находятся в непосредственном контакте. Его же можно назвать теплопередачей. Количество тепла, перешедшего от одной поверхности листа стекла в другой, в нашем случае, поскольку мы изучаем стекло, зависит от разницы температур между поверхностями и тепловой проводимости материала. Второй способ или путь теплообмена – это конвекция. То есть теплообмен между твердой и газообразной или жидкой средами. Здесь уже включается движение воздуха. И третий из наиболее этих трех известных – это излучение. То есть нагретое тело выделяет тепловые инфракрасные лучи, которые поглощаются более холодным телом. Вот такое излучение является пропорциональным эмиссивитету тела. То есть если это стекло, то стекла, конечно же. И чем меньше эмиссивитет, о котором мы говорили, тем слабее излучение. Нужно сказать, что поверхность любого тела, в том числе и стекла, теряет тепло вследствие трех видов теплообмена, о которых мы говорили. Но если мы говорим о теплопотерях какого-то здания или другого строения, то они также зависят от скорости ветра, температуры вне здания и эмиссивитета всех остальных материалов строения. То есть стекло работает в связке с другими материалами. Теплопотери характеризуются двумя коэффициентами, о которых мы поговорим далее. Они будут сфигурировать в нашем дальнейшем исследовании. Это коэффициенты внешнего и внутреннего теплообмена. Мы о них поговорим чуть позже. Как было сказано уже на прошлом занятии, в основном в европейских странах для расчетов принято использовать коэффициент теплопередачи, величину У. А в Российской Федерации в ходу сопротивления теплопередачи, то есть это R, которое обратно в лечении У. Коэффициент теплопередачи равен количеству переданного через объект тепла на квадратный метр при разнице температур между средами в 1 градус Цельсия. Этот коэффициент, напоминаю, коэффициент У, может рассчитываться с использованием вышеупомянутых коэффициентов внешнего и внутреннего теплообмена. Мы об этом, опять же говорю, будем упоминать чуть дальше, когда будем рассматривать формулы. Хочу сделать акцент на том, что чем ниже коэффициент теплопередачи, тем меньше утечка тепла из более нагретой среды в более холодную. Собственно, коэффициент теплопередачи можно успешно снизить, если уменьшить любой из трех выше разными видов теплообмена. Способы разные. Например, первое – это применение стеклопакетов, которые обеспечивают лучшую изоляцию, чем одинарное остекление, поскольку межстекольная камера наполняется сухим воздухом, и такая конструкция снижает теплопотери через конвекцию. Ну и, собственно, низкая теплопроводность воздуха уменьшает коэффициент теплопередачи стеклопакета. Второй вариант – это использование в стеклопакете стекол с низкоэмиссионным покрытием, которые также успешно понижают коэффициент теплопередачи. И третий вариант – это использование в стеклопакете инертного газа, ну, например, аргона вместо воздуха, поскольку, например, коэффициент теплопередачи воздуха 1,6, а аргона 1,3, то есть достаточно более низкий. Итак, что же мы делаем с вышеназванными величинами, коэффициентом теплопередачи и сопротивлением ОНИ? Мы можем их рассчитать и применять в следующих формулах. В данной формуле участвуют как раз два коэффициента внешнего и внутреннего теплообмена, о которых я говорила выше, и также коэффициент общего термического пропускания остекления. Этот коэффициент, надо сказать, величина обратная общему термическому сопротивлению остекления, так же, как величины R и U, обратные друг к другу, так и здесь получается. И общее термическое сопротивление остекления мы можем рассчитывать по следующей формуле. Эта формула общепринятая, достаточно широко известная. У нас задействованы коэффициент термического пропускания каждого газового промежутка, количество газовых промежутков, толщина каждого слоя материала остекления, термическое сопротивление каждого материала и количество слоев материалов. И поскольку у нас был задействован в формуле коэффициент термического пропускания каждого газового промежутка, то мы можем, опять же, представить формулу, по которой он может быть рассчитан. И здесь уже его величина зависит от суммы коэффициента термического пропускания за счет излучения и коэффициента термического пропускания газа. Чтобы вычислить предыдущую величину, нам необходимы несколько величин, которые либо рассчитываются, либо берутся из специальных пособий, то есть их можно брать из таблиц ГОСТа. Мы с вами нормативную базу рассматривали на прошлом вебинаре, можно поднять материал, посмотреть. Здесь я также буду вам давать ссылки на нормативные документы в случае необходимости. Итак, коэффициент термического пропускания за счет излучения определяется по следующей довольно обширной формуле, где присутствуют константы, такие как постоянные Стефана Больцмана, где берется во внимание средняя абсолютная температура газового промежутка и также выступают откорректированные коэффициенты эмиссии ограждающих поверхностей при вышеуказанной средней абсолютной температуре газового промежутка. Все эти константы берутся в справочниках, о которых мы говорили. В частности, откорректированные и нормальные коэффициенты эмиссии определяют по ГОСТу, который указан на экране. И для определения дальнейших свойств и для расчета дальнейших свойств стеклянных конструкций мы сначала коснемся основных свойств некоторых материалов, опять же, не всех, а только части. Остальное мы будем рассматривать на дальнейших вебинарах. То есть, как я уже сказала, темы достаточно обширные. Итак, один из самых распространенных терминов и величин, и свойств, скажем так, это коэффициент эмиссии. Он нам нужен для расчета коэффициента термического пропускания за счет излучения по формуле, которую мы видели. И, собственно, еще раз, берется из соответственного ГОСТа, соответствующего ГОСТа. Для поверхности натрия-кальциевого стекла без покрытия или для поверхности натрия-кальциевого стеклями, которые не оказывают влияния на коэффициент эмиссии, значение откорректированного коэффициента эмиссии равно 0,837. И то же значение допускается по нормативам, по стандартам для боросиликатного стекла без покрытия. И то же самое для керамики. Для других поверхностей с покрытием отсылаю вас, опять же, к указанному на слайде ГОСТу. Кстати, теоретически предполагается два разных определения коэффициента эмиссии для описания обмена излучением. Первый – это между поверхностями стекол, обращенных друг к другу в остеклении. И второй – между помещением и поверхностью стекла, обращенной в помещение. Это теоретически, но на практике разность этих значений пренебрежительно мала. И специалисты утверждают, что откорректированный коэффициент эмиссии описывает оба типа теплообмена достаточно точно, без всяких негативных последствий. В свойствах газа, которые участвуют в расчетах, необходимо учитывать удельную теплопроводность, плотность, динамическую вязкость и удельную теплоемкость. Эти свойства, эти чины и константы участвуют в формулах расчета различных свойств. Например, коэффициенте термического пропускания газа, который зависит от ширины газового промежутка, теплопроводности газа и числа нуссельта. Напомню, что число нуссельта это один из основных критериев подобных тепловых процессов. он характеризует соотношение между интенсивностью теплообмена за счет конвекции и интенсивностью теплообмена за счет теплопроводности в условиях неподвижной среды. И, собственно, оно, это число, хорошо рассчитывается по следующей формуле. где имеется такая величина, как А, являющаяся константой, число Грассгофа, число Брандля и показатель степени достаточно понятен. если полученное значение числа нуссельта меньше единицы, то предыдущую формулу мы вместо значения числа вставляем единицу. Вот такая интересная история получается. и это надо как-то учитывать и надо запомнить. Причем, что касается констант и показателей степени. Для вертикального остекления константа А выглядит как 0,035, а показатель степени 0,38. Для горизонтального и наклонного остекления следующие величины используются. Если это горизонтальные промежутки, то А равна 0,16 28. Промежутки все-таки под углом 45 градусов, то А 0,1 и 0,31 если у нас остекление расположено под другим углом, то значения А и Н определяют линейной интерполяцией. Ну и поскольку в предыдущей формуле у нас были задействованы еще две величины таких как числа Грассгофа и Рантля, то мы посмотрим, как они определяются по формулам и какие величины здесь представлены, то есть число Грассгофа зависит от перепада температур между поверхностями стекол, которые ограждают газовый промежуток, от плотности газа, от динамической вязкости газа, то же самое касается формулы Франтля, то есть динамическая вязкость газа присутствует и там, но здесь уже добавляется удельная теплоемкость газа, и собственно эти формулы достаточно хорошо по этим формулам достаточно хорошо вычисляются величины, ну и получается, что в обратном порядке мы рассчитываем по восходящей все остальные величины, которые нам необходимы. мы еще не раз вернемся к различным расчетам тепловых характеристик, методам, естественно, мы не учли еще все свойства материалов в данной теме, то есть мы будем возвращаться в дальнейших вебинарах, а сейчас мне хотелось бы обратить внимание на один очень важный аспект, который также можно отнести к тепловым характеристикам, к проблемам теплопередачи, к проблемам участия тепла на стеклянных конструкций, то есть это проблема выпадения конденсата, одна из самых важных, которая также зависит от температурного режима конструкции и окружающей среды. и определение точки росы является одним из важных критериев подбора подходящих стеклянных конструкций для данного климата, для данной окружающей среды. очень часто возникает вопрос о выборе того или другого профиля для изготовления стеклянных конструкций как для жилых, так и для общественных помещений, а также для помещений со требованиями. И среди прочих очень важных условий, которые необходимо учитывать и рассчитывать, естественно из основных условий является необходимость определения при каких условиях на профиле со стороны более теплого отапливаемого помещения выпадает конденсат. Согласно с НИПУ строительной климатологии мы можем воспользоваться формулой. Причем условия у нас рассчитаны на Детербурга. по этой формуле мы высчитываем температуру внутренней поверхности и учитываем коэффициент Н, который принимается в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху. Это опять же по СНИПу строительная климатология. мы также принимаем в расчет расчетную температуру внутреннего воздуха ТВ малые ТН малые это расчетная температура наружного воздуха в холодный период года. Поскольку мы взяли пример рассчитанный для Санкт-Петербурга, то здесь и представлена эта температура. А также важным является R0, приведенное сопротивление теплопередачи для термоизолированного алюминиевого профиля, который мы взяли для расчета в связке РАМА плюс торка. Ну и здесь у нас присутствует коэффициент теплопередачи поверхности ограждающих конструкций, который принят по СНИПу тепловая защита зданий. Что специалисты советуют делать дальше? То есть мы должны по этому СНИПу по таблице высчитать относительную влажность с помощью относительной влажности точку расы. Не то, чтобы высчитать, а определить по готовым данным. Итак, относительная влажность у нас для данного случая 55%. И если взять таблицу, которая предлагается для определения точки расы, то мы определили ее как 10,7 градуса Цельсия. Это означает, что если в ком 20 градусов и влажность 55%, то конденсат начнет образовываться на любой поверхности, температура которой плюс 10,7 градусов Цельсия или ниже. Но судя по формуле, которую мы с вами использовали в начале, температура у нас уже ниже и составляет 5,4 06 градусов Цельсия. То есть это означает, что если температура на улице скажем минус 26 градусов Цельсия в помещении 20 градусов, то температура внутренней поверхности профиля не дотягивает до нормативной, которую мы определили и соответственно будет не просто конденсат, а очень сильный собственно мы можем различным способом препятствовать этому и провести проверку на соответствие нормативам. В пункте 5.10 СНИПа тепловая защита зданий говорится, что температура внутренней поверхности конструктивных элементов истекления окон зданий должна быть не ниже плюс 3 градуса Цельсия, а непрозрачных элементов окон не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года. Для производственных зданий не ниже 0 градусов Цельсия. Как раз для нашего варианта это и считается нормальным. То есть если сказать более кратко, то для алюминиевого профиля как конструктивного элемента остекления температура внутренней поверхности должна быть ниже 3 градусов Цельсия. у нас 5,406 то есть условие в общем-то выполняется. Чтобы повысить приведенное сопротивление теплопередачи можно сделать следующее. То есть например установить двухкамерный стеклопакет и это будет в большей степени влиять на увеличение сопротивления. А в меньшей степени можно установить уплотнители в узел рамо створка. И как правило во всех каталогах указывают приведенное сопротивление именно связки алюминиевый профиль плюс заполнение высокими с высокими теплосберегающими свойствами но к сожалению данный показатель не отменяет совершенно выпадение конденсата на внутренней поверхности профиля. То есть конденсат все-таки будет присутствовать. Однако согласно строительным нормативам подобная система все-таки годится для остекления жилых зданий в большинстве регионов России. Вот такая интересная получается связь и такой интересный вывод. Это один из вариантов расчета поскольку их много авторов вариантов также много и мы будем по мере возможности рассматривать их различные расчеты различные варианты расчетов для различных областей и в общем-то с точки зрения теории на сегодня все. Я бы хотела услышать ваши пожелания по поводу того что вас интересует на дальнейших вебинаров на что можно было бы обратить внимание сделать акцент что вас в общем-то интересует в общем-то